всем привет друзья сегодня хочу затронуть одну интересную актуальную тему молодежную как вы уже поняли по названию видеоролика эта тема является оффниками данная тема является актуальной причем для города москвы и в принципе других больших городов нашей страны так же друзья давайте с вами вместе разберемся кто такие оффники чем как они живут и чем дышат и как оффники могут отличаться друг от друга кому интересно погнали чем и как могут отличаться оффники друг от друга примеру одна часть оффников это люди уже в возрасте которые в принципе живут около футбольной темы всю свою жизнь гоняя за своей любимой командой по странам по городам бьют соперникам лица где-нибудь недалеко в парках либо на улицах а вторая часть оффников это малолетки которые в принципе даже не имеют никакого понятия около футбольной жизни да и в принципе какие познания у них могут быть про около футбольной жизни если данным малолеткам молодежи от 14 до 16 лет и в большинстве случаев именно таких молодежных групп где находятся подростки от 14 до 16 лет которые называют себя оффниками и страдают в принципе ни в чем не повинные люди либо обычные прохожие случайные зрители давайте более подробно разберемся чем еще могут отличаться оффники друг от друга чем они занимаются и что делать и что говорить если вдруг у вас случилось какой-то разговор какое-то общение с данными людьми которые позиционируют себя как оффники кто же такие оффники и как они вообще выглядят и как не отличаются от обычных людей я думаю большинство из вас замечали где-нибудь на улице в парке либо в магазине молодых людей и подростков лет от 14 до 16 к примеру в фирменных длинных куртках спортивных штанах под известными брендами также и шорты известного бренда большое количество оффников ну или те кто себя относит данной субкультуре бреются наголо либо носят весьма короткую стрижку максимально короткую стрижку и в большинстве случаев именно таких молодежных групп где находятся подростки от 14 до 16 лет которые просто можно назвать быдло подростками их не интересует около футбольная тема их интересуют топовые брендовые шмотки и какие-нибудь ворогозы левые разборки и от данных группировок молодежных группировок страдает абсолютно любого возраста люди хоть очень взрослые люди хоть очень молодые люди от данных группировок и страдают как за чего может завязаться конфликт между обычными прохожими людьми и данными подростками которые себя оппозиционируют как вофники. да очень просто человек может оказаться не в то время не в том месте плюс ко всему к этому может оказаться не в той одежде которая интересует оффника и большинство таких разборок между оффниками и левыми людьми прохожими заканчиваются жестокой дракой и жесткими побоями и в большинстве случаев даже если не будет никакого повода докопаться до прохожих но оффники данной подростки будут настроены агрессивны они сами из какой-то мелочи просто сделают повод чтобы разобраться с прохожим и в общем довести конфликт до драки прошу посмотреть целую серию других роликов об агафе лыковой которые набирают популярность на нашем канале ссылки оставлю в описании и верхнем закрепленном комментарии под одним из роликов обсуждается двойное убийство которое совершил александр безштальников бывший послушник агафьи лыковой который помогал и по хозяйству в 2014 году жил у нее на заимке два месяца в комментариях под другим роликом жарко обсуждается ссора из-за агафьи двух бывших губернаторов тулеева и зимина под третьим роликом обсуждается новоявленный племянник отшельницы который неизвестно откуда появился прилетел к ней на вертолете посмотрите эти видео прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео и как вы понимаете между оффниками и прохожим если завязался конфликт прохожим остается очень мало шансов поддержать какую-то победу над ними потому что оффники данные малолетки не будут биться как один на один а просто загасит человека толпою но что самое главное для них является и чем они гордятся и любят это дело делать это спрашивается прохожих людей за их шмот подходя к прохожим с таким вопросом я думаю уже этот вопрос уже слышали наверное все пояснить за свой шмот и начинает просто кидать тупые просто нахер предъявы почему ты носишь и почему-то надел одежду данного бренда ты что относишься типа к футбольному хулигану футбольным фанатам и человек с которым спрашивают около футбольщики эти оффники малолетние он должен им пояснить если человек не поясняет как вы понимаете начинается конфликт начинается драга да в некоторых случаях оффники им просто могут обойтись унижением данного человека не избиением его и вот такие разного рода конфликты между обычными прохожими и оффниками оффники снимают на видео будь то унижение прохожего либо жестокое избиение групповое избиение снимают на видео выкладывают в интернет и скорее всего это не делают из-за отсутствия серой серого вещества в своей голове так как потом если начинается уголовное дело все это легко вычисляется товарища берут за сраку и сажают на парашу но совсем другая история поехали дальше и по сути получается просто реальная тупость человек по незнанке просто покупает какую-то себе вещь и ему начинает предъявлять потому что оффники решают какая марка одежды какой команде относятся и они на сто процентов уверены в своей правоте потому что человек должен если он надел данную шмотку он должен за нее пояснить он должен обосновать почему он ее надел потому что как они считают что нельзя надеть данную вещь просто так ходить в ней и вот пока эти малолетние подростки которые позиционируют себя оффниками шарятся по скверам и паркам также по дворам в поисках с кого бы еще спросить за шмот кого бы еще нахлобучить на своем пути а чем же в это время занимаются настоящие взрослые футбольные фанаты которые живут около футбольной темой и прожигают в принципе свою жизнь что гоняют с любимой командой по разным городам по разным странам да они любят выпить побарагозить также в разных странах наколпашить каких-нибудь других фанатов зарубежных команд и выражение пояснить за шмот которые нахватались малолетние оффники пошло именно от них но процентов где-то 70-80 то что футбольные фанаты не нападут толпой на тех людей которые не смогли пояснить за свой шмот что массового побоя такого не будешь толпой не накинулся но это не точно и все это завис как бы от разного фактора от места где произошла эта стычка где прошел этот разговор также алкогольного наркотического опьянения что одной что другой стороны в общем много разных факторов и сто процентов никто не да что человек который не пояснил за свой шмот он идет в принципе целый здоровый и вот некоторые малолетние подростки которые хотят вступить в общество анонимных сука алкоголиков оффников короче они должны отстоять несколько забивов чтобы они уже могли этим гордиться и как бы уже относиться к около футбольной теме ну либо просто на нее ссылаться и опираться хотя большому счету даже футбол им может быть вообще не интересен им главная движуха и всегда быть как бы в моде в тренде и вот данные забивы зорницы стрелки в общем-то называют по-разному они большинстве случаев происходит все в парках где молодые подростки болельщики одной футбольной команды и болельщики другой футбольной команды бьются между собой но в большинстве случаев во время таких забью очень плохо соблюдаются какие-то спортивные правила спортивные традиции да человек если упал его скорее всего добивать не будут но есть другое что человек лежит на земле на нем находится другой человек и бьет его там по голове там по туловищу на этих двух людей еще могут трое прыгнуть и просто затоптать там который лежит внизу даже если он там будет орать его что ему больно что ему плохо убивают все там болит голова спина развалилась никто его не пожалеет будут бить дальше думаю вам не стоит рассказывать как происходят такие зорницы забивы между футбольными хулиганами и фанатами я уверен что все смотрели фильм либо около футбола либо хулиганы там все это более подробно и красочно расписано как происходят такие бои ну а видеоролики там где происходят забивы такие зорницы между хулиганами разных футбольных клубов мне не особо хочется вставлять свой видеоролик потому что если вставлю youtube может не закинуть страйк за это но если вам интересно в принципе посмотреть на данные махачи стенка где на стенку вы можете посмотреть их также на ютубе этих видеороликов просто полно по какой же причине подростки начинают заниматься данной движухой и становятся оффниками думаю первая причина это чтобы выделиться как-то из общей массы своих ровесников тим посмотрите какой крутой блять пальцы веером сопли пузырями участвую в драках стенка на стенку и те кто общаются с таким оффником но сами же не принимают никакие участие в таких около футбольных движух начинают как бы не то что уважать начинает побаиваться данных людей данных оффников и вот такие подростки оффники чувствуют какое-то превосходство над другими и начинают этим грубо говоря пользоваться такой малолетний оффник может по делу либо без дела просто взять зачмырить либо избиться у одноклассника ровесника сверстника более борзые малолетние оффники уже могут либо отжать либо отобрать какую-либо вещь также могут вымогать либо отбирать деньги также подростки вступают в ряды оффников потому что думают что это реально это модно модно сейчас этим все занимаются либо просто его кто-то из знакомых либо друзей позвал собою типа говорят то что что ты как лошара девочка что ли пошли с нами махаться будем стенка на стенку ну естественно чтобы его не подкалывали и над ним не издевались он тоже вступает в ряды оффников и тоже принимает разные участия таких зорницах и забивах но в большом счету он туда пошел и он там занимается против своей воли просто для того чтобы над ним не издевались и его не чмырили его же друзья грустно то что малолетние подростки которые стремятся стать оффником и участвовать разного рода там забивов стенка на стенку и принимать трудительность участия они не понимают что после какой-то очередного забива после очередной драки их могут покалечить что они больше и встать то принципе не смогут им пока это в голову не приходит и вместо того чтобы передвигаться на своих двоих ногах будет передвигаться на инвалидной коляске вот это называется в моде вот это называется быть в тренде да а теперь давайте разберемся за какие шмотки с вас могут спросить подростки типа чтобы вы пояснили за свой шмот для начала это старинная фирма барбари дальше идет фред перри весьма распространенная фирма stone island фирма сипи company ну и конечно не мог не назвать свою любимую фирму lacoste и вот представьте надев такую фирменную вещь вам могут подойти подростки малолетние и предъявить за это попросить вам обосновать почему вы это на деле и как вы понимаете это не все те вещи из-за которых могут произойти конфликты софтниками также могут докопаться и до спортивной одежды adidas nike и остальные тому подобные также еще камуфляж в любом проявлении не знаю только почему камуфляж они тоже решили под себя поднять кстати не видел ни разу чтобы сотруднику омона подошли монолит и подростки спросили его за шмот что же все-таки делать если все-таки до вас докопались оффники и требуется прошу посмотреть целую серию других роликов об агафе лыковой которые набирают популярность на нашем канале ссылки оставлю в описании и верхнем закрепленном комментарии под одним из роликов обсуждается двойное убийство которое совершил александр безштальников бывший послушник агафе лыковой который помогал ей по хозяйству в 2014 году жил у нее на заимке два месяца комментариях под другим роликом жарко обсуждается ссора из-за агафьи двух бывших губернаторов тулеева и зимина под третьим роликом обсуждается новоявленный премиальник отшельницы который неизвестно откуда появился прилетел к ней на вертолете посмотрите эти видео прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео чтобы вы пояснили за свой шмот что делать в этой ситуации друзья покажу один раз смотрите и запоминайте пожалуйста не благодарите ладно друзья шутки шутками поехали дальше ну а теперь серьезно что делать и что говорить если все-таки встреча с данными персонажами у вас произошла как быть в этой ситуации как из нее выкручиваться в принципе здесь нет ничего такого сверхъестественного в общении с оффниками и выход из данной ситуации в принципе простой и банальный давайте обо всем по порядку что да как что говорите какие ваши действия должны быть в этой ситуации при общении в такой ситуации банально обычный разговор может обернуться каким-то конфликтом а главная тема разговора и главный вопрос который будет звучать от оффников это естественно чтобы ты пояснил за свой шмот типа почему ты этот шмот носишь за кого стоишь и вот наподобие таких в принципе глупых и никому нахер ненужных вопросов оффники будут вам задавать другие вопросы их не интересуют так что с ними не получится поговорить о поэзии о классике да и в принципе развитие данных персонажей и даже не позволяет им думать как ни о чем другом как только на кого-то боковать вот опять вы меня заговорили очень вернемся обратно к теме у вас начнут засыпать стандартными вопросами почему ты носишь такой шмот за кого-то стоишь и в общем обоснуй за свой шмот поясни точнее за свой шмот во время разговора с данными персонажами держитесь ровно не напрягайтесь не нервничайте и не показывайте что у вас напрягает либо пугает данная толпа которая подошла с этими нелепыми тупыми вопросами и конечно надо стараться вести разговор с данными персонажами на более понятном для них языке и старайтесь вести разговор жестко четко и прямо и воздерживайтесь от каких-либо выражений на вопросы старайтесь отвечать вопросами чтобы загнать с тем самым своего собеседника в тупик и главное помните и знаете маленький лайфхак что умственное развитие вашего собеседника не в силах вывести какой-то конструктивный разговор также придерживайтесь самого главного факта что если вам задают вопросы вы не должны перед тем оправдываться ну сам себе хозяин кто он такой чтобы вы перед ним оправдывались за что-то и как я говорю ранее старайтесь вести разговор со своим собеседником так чтобы если он вам задает вопрос вы на его вопрос задаете свой вопрос вопросом общем на вопрос давайте даже приведу пример тебя к примеру спрашивать почему ты так надет поясни за свой шмот и тут и должен дать сразу встречный ответ своим вопросом прямо в лоб а кого я вообще должен спрашивать как и во что мне надеваться тут уже бык немножко притупил свой разум выпучил глаза типа есть правило что данные шмотки не должны носить обычные люди и тут сразу встречка в лоб быку а кто такие правила придумал где вообще не прописаны почему я про это вообще первый раз слышу и тут уже после такой игры вопросы на вопрос оппонент начинает уже теряться потому что к такому исходу события он был не готов и тут уже бы хоть и бестолковый но своей головой начинает понимать что ему дали отпор что не стали перед ним как-то оправдывался что-то объяснять и разговор потихонечку начинает заходить в тупик и вот этот бык который просил пояснить за свой шмот почему ты так надет он начинает понимать что перед ним стоит ровный пацан который может ответить за себя и может вести понятный для его разума разговор и не будет оправдываться наматывать сопли на кулак а будет ровно спокойно общаться как будто это чайная беседа также оффник может начать затирать какую-то галимую дичь то что типа у нас тут группировка людей которые находятся около футбола увлекаются футболом я типа в этой группировке лидер типа ты нашу шмотку наделал на себя которая принадлежит вообще-то нашей группировки то сет то си боси это типа правый шмот он только для правых людей ну а ты сразу смело на такие тупые предъявы никчемные отвечать своим вопросом прямо в лоб с хуя ли баня завалилась с какого такого перепуга данный шмот стал вашим шмотом если бестолковый оффник все-таки не успокаивается на этом и начнет там что-то мямли что-то предъявлять типа группировка то си боси приведи несколько примеров что данные известные бренды это в принципе известный класс одежды данный класс одежды данного бренда носит большое количество людей вот обычных граждан которые могут позволить себе купить данный шмот потому что он стоит нормальных денег и до тех людей которые занимают весьма некислые высокие места и придерживаясь вот такого четкого разговора весь этот конфликт весь этот разговор просто и зайдет на нет сообщите оппоненту не скрывайте скажите ему правду что ни за кого вы не стоите ни за какую футбольную команду вы не болеете вообще футболом вы не увлекаетесь и что тема футбола вам вообще не интересно и также вам интересно слушать про какие-то футбольные группировки одеваетесь вы так как вам нравится либо считаете нужным и вы не собираетесь ни у кого спрашивать что можно носить а что нельзя я думаю после такого разговора ваш оппонент будет просто в восторге от вас он поймет что вы четкий ровный пацан ровно двигаетесь по жизни отвечаете за свои слова имеете свое личное мнение и он уже не будет никакие предъявы в вашу сторону кидать просить вас что-то обосновать пояснить за какой-то шмот он своей другой башкой понимает что продолжать какой-то данный диалог с вами не имеет никакого смысла так как просто-напросто его умственные способности не просто не в силах вывести данный диалог с вами и постарается в общем как можно быстрее ретироваться и скрыться за горизонтом не забыв прихватить с собой своих опричников и как можно чаще прокручивайте именно вот это у себя в голове чтобы это как можно скорее въедалось в ваше подсознание и в дальнейшем таких либо в других ситуациях вам уже будет намного проще разводить рамсы раскладывать по полочкам и тем самым вот эти тупые ненужные разговоры вообще не в чем на и на ровном месте быстрее будет подходить к своему логическому завершению и не будет вас отнимать отнимать много времени ну а так вообще можно подвести итог даже если человек не надевается какую-то топовую одежду и то топовые шмотки за которые ему могут подъявить из-за которой он должен будет обосновать один хуй до него могут доебаться но есть такие люди до которые будут грех не доебаться возьмут подойдут и до какой-нибудь просто херни доебутся ведь проблему можно найти даже там где ее в принципе и нету ну а финальный итог разговора в принципе зависит от самого человека естественно от его характера как он себя поставит будет ли он участие под нос наматывая сопли на кулак либо будет разговаривать жестко и прямо не говоря ничего лишнего просто по делу и по существу но если все-таки вы понимаете что оппонент ваш не успокаивается начинает уже на вас барагозить а их стоит целая толпа против вас одного и что вы реально может сейчас огребсти главное в этой толпе баранов выделить лидера лидер он самый выебистый самый понтовый понтовщик такой и предложить данному лидеру просто зайти за угол и один на один на кулачках типа разобраться между собой и в большинстве таких случаев до ребят дойдет что вы пацан нормально ровный и в принципе стоите за себя за свои слова да и лидер в принципе вот этот который перед вами понтовался гнул пальцы делу сопли пузырями не особо в принципе тоже желает с вами вступать в спарринг он же в принципе вас то и не знает видит в первый раз а кто вы что он про вас не знает и чем в принципе можете заниматься свободное время ему в принципе не особо то хочется а схватить лещей либо пиздюлей на ровном месте при своих же пацанах точнее баранах от совершенно исключаемого прохожего и скорее всего на этой ноте данный конфликт будет исчерпан и все мирно и спокойно разойдутся по своим делам ну и последний совет во время разговора с данными персонажами старайтесь держать людного места держаться людного места потому что то офники тоже понимают что если они начнут сейчас какое-то насилие против вас учинять то могут вписаться прохожие хотя прохожим как говорится у нас в стране пухер вообще всем всем на всех насрать главное своя жопа целая пошел дальше но все равно они этого стремаются также могут пройти либо проехать мимо сотрудники полиции увидеть этот беспредел в общем офники тоже понимают и как бы тоже этого стремаются если они вдруг у вас просят там пойдем отойдем в сторонку за гаражи или какой-то во двор зайдем там пообщаем пообщаемся и не надо никуда ходить с ними держитесь людного места напоследок хочу подвести маленький итог высказать свое личное мнение что вообще я думаю по поводу данной субкультуры которая называется офники про тех людей которые оппозиционируют себя с футбольными фанатами хулиганами люди которые находятся около футбола либо хотят казаться что они находятся в этой теме около футбола хотя и футболе нихера не шарит просто хотят быть в тренде лично я к таким молодежным движением отношусь совершенно спокойно потому что тоже был молодым в бурной молодости тоже какой-то хернё не страдал пока за ум не взялся да и скорее всего многие из вас тоже своей бурной молодости какую херню только не творили если вам есть что-то вкратце рассказать про свою бурную молодость какие у вас там были приколюхи напишите в комментарии по свою историю кратенько можно длинненько будет интересно почитать ну а так в большом счету футбольные фанаты хулиганы они были есть и будут всегда и всегда были драки зорницы вот эти мир между болельщиками футбольных команд разных команд и я думаю такие драки стенки на стенку зорницы они еще лет сто никуда не денутся но если посмотреть со стороны на всю эту движуху немножко так призадуматься то в голову сразу лезут всякие дурные мысли по поводу всех вот этих движух зорниц забивов стрелок стенок на стенок ведь если прикинуть что может карта выпасть так что участвуя в следующем забив такой драки стенка на стенку можно отхватить реальных проблем по жизни просто взять сломать себе жизнь либо вообще ее потерять сейчас бы хотел обратиться тем подросткам от 14 до 16 17 лет которые может собираются вступить в офники либо вступили в офники либо думают вступить либо не вступить в офники как бы так еще маятся думают надо им это или не надо вы прежде чем что-то сделать подумайте раз 5-10 нужно ли вам этот канитель и все эти проблемы которые она может вам принести да конечно понимаю подростков 14-15 лет пацаны веселые горячие жизнерадостные им охота где-то порубиться с кем-то подраться выяснить какие-то движухи но пройдет еще три-четыре года когда вы начнете браться за ум и вы будете вспоминать свои движухи которые вы наводили и просто думать какой же я был дебил на хера я вообще этим занимался для чего вообще ведь вы только на секунду задумайтесь какие можно проблемы отрести подростку в 14-15 лет сходив один раз на такую на такой замес драку типа забива стрелки стенка на стенку всего лишь на одну только драку каких можно проблем могли огребсти первое вас могут избить так то что вы потеряете половину своего здоровья это ладно хер с ним может быть там что-то где-то восстановится не так уж страшно второе вас могут быть могут реально просто завалить но это в принципе тоже не так уж страшно потому что вам уже будет насрать в принципе на это родители поплачут да и перестанут а друзья вас просто забудут а рассмотреть такой вариант что не вас в этой драке завалили случайно случайно не специально а вы кого-то случайно завалили в этой драке и что получается сразу же прилетает 105 статья а это уже реальный тюремный срок и получается что первый тюремный срок вы получили просто на ровном месте сами того не ожидая и вообще не думая об этом но тюремный срок не так уж и страшен со следующим вариантом исхода событий в данной драке вы могли пострадать из вас могли просто сделать инвалиды инвалида в таком плане то что вы будете просто растение человек который не может двигаться самостоятельно передвигаться гулять с друзьями с девушкой наслаждаться жизнью 14 15 лет просто подросток лежит инвалидом овощем и данный инвалид подросток который пострадал же по своей глупости будет абсолютно никому нахер не нужен ни девушкам не своим друзьям он будет нужен только своим родителям а как каково родителям ухаживать за таким подростком они для этого растили ребенка чтобы он в 14 15 лет стал инвалидом и лежал овощем на кровати не знаю как вы а лично я таких молодых людей подростков молодых видел которые лежат в своей кровати не двигаются никуда ходит чуть ли не под себя в туалет и слова да толком произнести четко не могут и на это в принципе очень печально и страшно смотреть ведь вроде бы вся жизнь впереди а тут она раз и вся перечеркнулась перечеркнулась и задумайтесь на секунду те футбольные клубы они же по идее даже вообще не знают про вас что вы там где-то ходите друг другу бушку прошибаете друг друга бьете именно за этот футбольный клуб им абсолютно насрать на вас и то что вас там покалечат либо убьют им тоже на это насрать они вас не знают не узнают и знать вас не хотят и не собираются даже вас узнавать и как бы вы ни старались там яростно геройски сражаться за свой любимый футбольный клуб футболистам и другим сотрудникам данного футбольного клуба честно честно откровенно насрать на это и за кого получается вы так яростно сражаетесь не жалея своих сил и своего здоровья за тех людей которые о вас ничего не знают и знать вас не хотят вы остановитесь на секунду задумайтесь ведь дома вас ждут и любят ваши родители которые вам подарили в принципе эту жизнь доброту и ласку а вы ведь так этим всем раскидываетесь вот за кого надо сражаться и биться не на жизнь а насмерть не жалеет сил своих за своих родителей а не за тех людей которым в принципе срать на вас ведь своими боевыми поединками вы никакой пользы им в принципе не приносите никакой пользы вы не приносите этим футбольным клубам то что вы ходите куда-то в парке махаться стенка на стенку ломаете друг друга ну и как вы понимаете если человек не приносит пользы то он нахер в принципе никому не нужен я думаю даже я уверен сто процентов что большинство из вас через пару-тройку лет вспомнит то что творил молодость своей в четырнадцать в пятнадцать в шестнадцать лет и просто ужаснется в натуре он подумает бля какой же я был долбоеб нахер я вообще этой хероборой занимался ну а так понятное дело как говорится молодо зелено я ни в коем в принципе случае не осуждаю никак офников ни фанатов ни полиганов потому что в молодости сам был таким долбоебом таким долбоебом что ни хера ни о чем не думал просто ветер в голове рот открыл и пошел глаза выпучил как лягушка блять так что пацаны кто там собирается заняться такой движухой ступить в такие группировки сначала подумайте как я говорил ранее пять десять раз только правда подумайте головой а не жопой надо ли оно вам задать себе такой вопрос и какая польза вообще будет от этого авторитет на районе тьфу бля хуйня вообще этим авторитет на районе либо во дворе вы не заработаете уважение среди своих друзей ну тоже такой сомнительный вариант а вот проблем проблем стопудово можете отхватить тем самым сломав себе жизнь и изрядно попортив нервы родителям бейтесь за тех кому вы дороги и кто вас любит а не за тех кому на вас насрать ладно не буду читать тут проповеди оставлять кого-то на путь естественный просто высказывать свое личное мнение так как человек смотрящий на все это со стороны друзья какое ваше мнение по поводу таких молодежных движений как офники оставьте свое личное мнение в комментариях будет интересно пообщаться с вами почитать ваше личное мнение кто чем вообще дышит кто вообще чем думает и о чем конечно же ну что друзья в принципе на этом у меня все спасибо всем кто смотрел данный видеоролик до конца не забудьте оценить его либо лайком так же подписывайтесь на канал и включайте колокольчик а я с вами не прощаюсь желаю всем удачи до новых встреч прошу посмотреть целую серию других роликов об Агафе Лыковой которые набирают популярность на нашем канале ссылки оставлю в описании и верхнем закрепленном комментарии под одним из роликов обсуждается двойное убийство которое совершил Александр Бештальников бывший послушник Агафьи Лыковой который помогал ей по хозяйству в 2014 году и жил у нее на заимке два месяца в комментариях под другим роликом жарко обсуждается ссора из-за Агафьи двух бывших губернаторов Тулеева и Зимина под третьим роликом обсуждается новоявленный племянник отшельницы который неизвестно откуда появился и прилетел к ней на вертолете посмотрите эти видео прошу подписаться на канал и поделиться этим роликом во всех ваших социальных сетях кнопкой под видео СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...